Тема повестки более чем приятная. Депутаты Ярославской областной думы и представители органов местного самоуправления обсуждают успешные социальные проекты, реализованные населением Ярославской области. Как выяснилось, таковых в регионе достаточно. На протяжении года за ними следил Всероссийский совет местного самоуправления. К примеру, в Ростовском районе с успехом завершен проект «Лучшая придомовая территория». Жители своими силами оборудовали дворы. Они выигрывали от нас детское оборудование, спортивное оборудование. В 18 округ доходит семибратовское поселение и город Ростов. Он сейчас в авангарде, потому что большего количества детского оборудования, спортивного оборудования даже в Ярославле не устанавливается. Данилову тоже есть чем похвастаться. Горожане при финансовой поддержке местных бизнесменов восстановили памятник 19 века или, как его называют сейчас, Даниловский арбат. Булыжная мостовая – хорошее общее дело, оно сделано. Делали его вручную. Каждый булыжничек очищен щетками, маленькими лопаточками, какими-то скрепками. И здесь, конечно, инициатива общественных организаций, наших спортсменов. Сделана она совершенно бесплатно. Каждый булыжный прошел через руки нашего населения. Залог успеха этих проектов – грамотное и продуктивное партнерство общества власти и бизнеса. Эксперты едины во мнении. Опыт таких практик следует брать на вооружение. Экономит средства бюджета и вовлекает наше население, делает его более активным и позволяет, так скажем, сделать власть доступнее для населения. То есть это диалог. Он был замечен на федеральном уровне и на сегодняшний день к нам уже поступило предложение реализовать этот проект на территории нескольких областей. В том числе продолжить и в Ярославской области. За первый год проект успел доказать свою эффективность. Большое подспорье в реализации программы – работа общественной палаты региона. У нас в каждом муниципальном образовании созданы общественные палаты. И, естественно, общественная палата знает активистов, поэтому она главный советник и помощник главы муниципального образования. Инициатива должна быть в руках населения, а бизнесу и власти следует ее поддерживать. Этот тезис в рамках дискуссии неоднократно подчеркивали. Специалисты уверены, следуя такому пути, социальные проблемы будут решаться гораздо быстрее.